здравствуйте дорогие друзья автомобилисты никита никита ну то есть русским а потом в латыни написано это ник алексей приветствую подскажите если большая разница в объеме масляного фильтра ставить заводские параметры или чуть больше насколько объем прогоняемого масла больше да и нужно ли это двигатель nissan 2006 года 1.8 спасибо вам за видео хороший формат все понятно интересно мира вам и здоровья остальное наживем спасибо за теплые слова да действительно мира и здоровья это сейчас очень даже актуально я думаю многим друзьям если кто-то из ваших родственников близких оказался в нелегкой ситуации они находятся за границей от вас вы допустим в украине они в россии или вы в россии они в украине и они нуждаются вашей помощи вы хотите им помочь у вас есть возможность материально помочь что у меня есть уникальная возможность помочь вам в этом обращайтесь на вот эту электронную почту я скажу все наши условия итак друзья что касается объема масляного фильтра все дело в том что в машинном фильтре неглавное объем его внешней потому что в таком вот большой колбе этого объема может быть очень мало самого фильтрующего элемента все зависит от плотности набивки фильтрующего элемента и самое а главное – площади самого фильтрующего элемента. Очень часто бывает так, что внешне фильтр кажется большим. Но когда его разрезаешь, полностью, допустим, раскатать эту бумагу и замерить его площадь, то, друзья мои, в маленьком фильтре может быть площадь больше, чем вот в таком вот большом. Потому что там сделали гармошку более свободную, а в маленьком фильтре более плотную гармошку. Но по фильтрующим способностям и по запасу фильтрующего элемента маленький может превосходить даже большой фильтр. По этой причине я рекомендую, конечно же, брать фильтры оригинальные. Не так дорого стоят ниссановские фильтры. Ставить они маленькие такие, совсем манюсенькие эти фильтрыки. Ставить и все проблем нет. А если вы не хотите оригинальные, то берите качественных брендов, которые, по крайней мере, неподдельные. Проверяйте. Значит, есть много уже статей об этом. Рассказывается, как отличить поддельные от неподдельного. То есть, вот эти все моменты обязательно отслеживайте и ставьте себе хорошие фильтры. И не гонитесь вы за большими объемами. Они вам ни к чему. Вам важно качество самого фильтрующего элемента, который находится внутри. А проверить вы его не сможете, пока он у вас закрыт. По этой причине вам необходимо брать фильтр именно брендовый и оригинальный. Если вот эти два параметра вы выдержите, то будет все в порядке. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно ответил на ваш вопрос. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываем ся на канал. Подписываемся на этот канал в YouTube, а также на мой канал в Дзене. Вот он QR-код. Направьте камеру мобильного телефона на него и вас перебросит по ссылочке. Если вы смотрите меня с мобильного телефона, то под этим видео есть в описании. Также ссылочка. Перейдите по ней и подпишитесь на мой канал в Дзене на случай непредвиденных ситуаций. Друзья мои, задавайте вопросы в комментариях. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok